Чё говоришь, мальчишка? Привет, друзья! Сегодня у нас салат с баклажанами. Понимаю, салат с баклажанами звучит как-то так. Но не очень прикольно. Я бы тоже такой... Смотреть салат с баклажанами какая-то херня. На самом деле у нас сегодня салат с хрустящими баклажанами, спелыми томатами, красным луком, с заправкой сладкого чили, кинзой и сыром бурата. Это просто пушка, бомба, великолепие. Много слов говорить не буду, берём баклажанчик. Ой, нож не такой острый, кстати, как я ожидал. Мы сегодня на съёмной студии, так что приходится пользоваться тем, что есть. А, риска же для гарпича вот. Итак, чтобы было поудобнее чистить, баклажан нарежу сразу пополам. И чтобы сильно не париться, берём и чистим наш баклажан. Так, кстати, намного удобнее чистить, чем вы его в руках держите. И совсем минимальный процент отходов, ребят. Я бы, кстати, брал всё это на ус. Ребят, меня оператор спрашивает, зачем я чищу баклажан. Как зачем? Чисто по мне, чтобы когда он был пожарен, кожа на зубах не оставалась. Она слишком тяжело жуётся, тянется, не очень приятно. А хочется максимально вкус баклажана испробовать и не заниматься ничем другим. Итак, продолжим дальше чистить баклажан. Почистили баклажан. Теперь нам нужно его порезать. Я люблю резать баклажан вот таким вот, крупным кубиком. Ты колечки показал. Ну, кубик, ребят. Вот, не знаю. Короче, я люблю резать баклажан крупным кубиком. Насколько этот кубик должен быть крупным. Показываю. Крупный кубик. Это будет максимально вкусно. И баклажан успеет равномерно прожариться и не будет мягкой, маленькой, склизкой, невкусным продуктом. Мы посолили баклажан. Зачем солить баклажан? Я вам сейчас всё расскажу. Есть два мнения. Первое. Баклажаны солят для того, чтобы убрать лишнюю горечь. Но, на самом деле, это неподтверждённый факт, потому что у каждого человека, у тебя, у меня, ещё у тех, кто будет смотреть это видео, вкус разный. Вот. И второе. Это делается для того, чтобы из него вышла лишняя влага. И при жарке в горячем масле баклажан не впитал в себя всё это масло. И не был похож на маслянистую губку. И вам было максимально приятно кушать этот баклажан. Кстати, просто невероятно крутой лайфхак. А чтобы узнать ещё больше лайфхаков и вкусных рецептов, которых нет на нашем YouTube-канале, вы можете перейти на нашу страничку в Boosty. Ссылка в описании, ребят. Ребят, я на бумажное полотенце выложил баклажаны, которые до этого 30 минут стояли и влагу из себя выделяли. Сейчас нам нужно просушить баклажаны. Аккуратненько. Видите, сколько влаги? Нам эта влага ни к чему. Вот, посмотрите. Зачем нам эта влага? Кому она нужна? Вода вообще никого никогда не интересует. Вот. Мы просушили баклажаны для того... А для чего? Кто-нибудь не скажет? Кто-нибудь поднимет руку там? А я скажу. Баклажаны мы просушили для того, чтобы когда мы будем добавлять сюда кукурузный крахмал, крахмал ровно лег на каждый кусочек баклажана, и была равномерная хрустящая корочка после жарки. И вы просто кусали баклажаны и такие, мамма миа, какой это прекрасный рецепт. Сухой баклажан, запомните. Что нам нужно добавить в баклажаны? Правильно. Кукурузный крахмал. Посмотрите на эти красивые и равномерные баклажаны. Нам осталось их только пожарить. Чтобы узнать, как закипело масло, нам нужно либо немножко капельки воды добавить, и оно начнет, ну, пшигать на вас. Вот. Но мы сегодня проверяем на укропе. Смотрите. Берем укроп, добавляем его в масло, и, видите, пошла моментальная реакция. Значит, масло нагрелось до нужной нам температуры, и теперь мы будем жарить, ну, что? Правильно, хрустящий баклажан. Ребята, наши баклажаны готовы. А как это определить? Очень просто. Одна маленькая зубочистка, у каждого есть дома, кстати. Берем, протыкаем баклажанчик. Видите, насквозь вышло, и он пошел. Протыкается сначала тяжело, потому что корочка хрустящая, а внутри он максимально мягкий и сочный. В миску, куда мы будем складывать баклажаны, мы кладем салфетку. Кто мне скажет, для чего нужна салфетка? Правильно. Для того, чтобы она впитала лишнее масло от баклажанов. Наши баклажаны готовы. С них полностью стекло оставшееся масло. Нам осталось порезать томат, лук, добавить немного секретных ингредиентов, и салат будет просто бомба. Мы сегодня выбрали заправку к этому салату, сладкий чили. Хороший вариант, но есть еще множество других вариаций, о которых мы расскажем, естественно, чуть позже. Ну, на такое количество салата я добавлю примерно грамм 65-70 соуса. И сегодня, во время съемок, в начале этого не было, но мы решили добавить немного пикантности в наш салат и свежести. Это будет цедра лайма. Маленький доп. Я слегка посолю, чтобы раскрыть весь вкус салата. И чуть-чуть добавлю черного перца. Я почти везде добавляю черный перец, мне очень сильно он нравится. Он придает некой остреньке. Обожаю острые блюда. Осталось выложить наш салат. Маленький секрет. Мы добавим в этот салат сыр. Бурата. Самое главное, теперь аккуратно его достать. Потому что, видите, очень нежный сыр. И он у нас почти часть вытекла, но это не страшно. Что, наш салат готов. Ребята, напоминаю, у нас есть своя страничка в Boosty, где мы выкладываем еще множество крутых рецептов и лайфхаков. И также у нас есть свой телеграм-канал, где вы можете задать свои любопытные вопросы нам, нашей команде. Все ссылки есть в описании. Приятного аппетита! Игорь Негода. Игорь Негода.